Холодная вода, 3,429. Авария на воде, подбирается в воде. Остальное все в воде. Скажите, пожалуйста, о ситуации, я общался в пятницу, что в водоканале происходило по канализации, что не запало? Есть аварийная ситуация по ней. Водоканал присутствует, можно доложить точнее. На канализованном коллекции городском утечка и требуется ремонт. Предварительно оцениваем водоканал в сумму 5,7 млн. Это собственность водоканала, не муниципальная собственность. Они пытаются своими силами развернуть. В пешеходной части провал, он медленно развивающийся в событиях. То есть это не такая авария, которая для автомобилистов. Мы планируем сделать обследование инструментальное. Сейчас разбираемся с точек оперативного центра. Все в работе очень порядка. Готовимся к этой зону. Все управляющие компании, собственно, врачи, организации, работают по графику. Значит, проводим торги по внутридворовым территориям. Все уже подтверждение получили из правительства и снижения Содорожного комитета. Мы занимаемся все по плану. И большое спасибо Содорожному Содорожному. Мы начали делать, а значит, так, огромное спасибо. Я радовался с Содорожными. Они, в общем-то, все благодаря. Мы в колодку всем запросовом сервиса. Значит, очень объясняют эту задолженность. Я надеюсь, что им не выплачена, наверное, не шаритная разница. В этом году в Газахинзе не изменяется. Надеюсь, что сегодня будет окончательно получено освещение на полигазах. Все председательности и государственных элементов произведены. За все, что у нас получена горячая вода. Остальное все по праву. Ну, то, что связано с Дорожным комитетом, а завтра я везду те документы, которые у нас готовы. Мы уже как раз проверяли. Остальные мы решили нам вопрос, что будут соглашения. Ну, и некоторые смехи, ну, там, по-прежнему, переделать. Поэтому мы будем переделывать. Вы сдавайте их на то соглашение. Остальное все очень важно. У меня тоже остается проблема подачи горячей воды. Но по предварительной договоренности на сегодня должны подъехать представители деказовой службы на котельную. Надеюсь, что сегодня горячая вода. Затопим котельную. Начнем подачу горячей воды. Объявлен конкурс на первую сумму 500 тысяч на ремонт дворовой территории. К сожалению, подходит срок уже у нас завершения подачи документов. Но пока никто не заявится. Я боюсь, что у нас с этим вопросом начнутся определенные проблемы. С 12 числа, в день, в том числе, на территории Братского храма деревни Номона было проведено захоронение. 28 зайцев, которые были после, нашли свои перестручки. И еще в пятницу я проходила с представителями БТС из города Новгорода, Кирсана Максимова Анатольевича. Всю дорогу, которая идет от деревни Юрки до деревни Забелья, от трубы и до трубы. И, в принципе, эта организация готова нам оказать ремонт, провести ремонт этой дороги с учетом того, что мы, в свою очередь, им поможем найти возможность использовать тот карьер, который раньше разработан до деревни Забелья. Грунт, песок, он очень крупнозернистый и подходит как раз для подсыпки этой дороги. А где-то со среды приедет экскаватор и начнет проводить оканавливание этой дороги. Пострадавших нет. 12 ДТП, пострадавших 11, погибших. То есть по ДТП в этом месте у нас далеко. 1-22 июня. 21 июня ночью состоялась традиционная акция «Свеча памяти». Собралось не так много народа, как нам хотелось бы. Всего 150 человек с учетом ротации. Тем не менее, население приезжает на машинах, берут свечи, вспоминают павших воинов. 22 июня состоялось 2 мероприятия. Также собралось митинг в возложении верхов здесь, у памятника «Слава и Дружба и Десок». Также были хранения основных, о котором было высказано в деревне Малуру. И 23 июня состоялась впервые «Живая открытка» с силами Малуру послугового центра, кто прогулялся на бутваре, председателями, задействовали даже нашу легкую авиацию. Спасибо Тефилову. Пролетировали стопки «Росбросал». Все было бы красиво и неожиданно достаточно. Нашим традиционным пасхальным Малым фестивалем за огромную его поддержку. Я надеюсь, аплодисменты его поддержат. В 2013 году дошкольные учреждения посещают 2651 человек в возрасте от 1 года до 7 лет. Это на 123 человека больше по сравнению с 2012 годом. И составляет 80% от общего числа детей данного возраста, проживающих в Египетском районе. Показатели охвата детей дошкольным образованием значительно различаются. Так, в городской черте этот показатель составляет 89% от общего числа детей, проживающих в городе, и в сельской местности 56%. При этом за последние годы в районе отмечается значительный рост рождаемости детей, усиливались миграционные процессы, что привело к своего рода увеличению потребностей мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Проблема общей доступности дошкольного образования в нашем районе решается прежде всего за счет использования внутренних резервов самой системы дошкольного образования. Если, например, и вот в Котельском он приступает, приступает к проектированию уже, где растущие населенные пункты, конечно, будем это делать. У нас завершается экспертиза нового детского сада в услуги и так далее и тому подобное. То есть эти процессы достаточно такие глубинные уже. То есть мы, надеюсь, будем вовремя реагировать на рост нуждающихся. Вот, потому что в детский сад, поэтому все это уже нормально. А позвольте два слова? Нет, я бы еще. Да, конечно. Ну и мы заканчиваем учебный год. И мне хотелось бы немножечко сказать о результатах. Закончилась итоговая государственная аттестация. У нас результаты по сравнению с предыдущим годом по всем предметам и обязательным русской математикой по выбору средний балл по району выше, чем в прошлом году. И у нас есть дети, которые получили на государственной итоговой аттестации 97, 98, 99 баллов. У нас есть 100 баллов по химии в третьей школе, что тоже очень приятно. У нас будет 26 золотых медалистов, 20 из них серебряных. И завтра у нас состоится церемония здесь в администрации, вручение серебряных медалей, честное медалистов. Два часа, мы с того, что все приглашаем. Губернатор Ленинградской области награждается за большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области Трофимова Елена Павловна. И благодарность губернатора Пигашеву Александру Сергеевичу за большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области. Спасибо. Продолжение следует... Весь контейнер стоит, и все вроде бы нормально. Но возле контейнера столько грязи, столько мусора, что бытового, не строительного, не бытового. Болшелубское поселение, Куземкинское поселение. Просто там вопиющие места, особенно Куровицы. Между дорогами, между Орлами и Куровицами, это лесная дорога, там превратили уже в свалку. Поэтому, конечно, нам нужно смотреть, очень серьезно смотреть дорожные карты сами, чтобы убрать, хотя бы на этих играх. Страшно, страшно. Главное, никто уже не стесняется.